Что ж, давайте будем продолжать. В прошлый раз я напомню вам, что мы перешли наконец-то к тому мифологическому рассказу, который Ницше дает нам, описывая, собственно, появление первой моральной оценки, моральной в кавычках в данном случае, первой оценки «хороший и плохой». Рассказывая миф о появлении рабов и господ, исходя из, как говорит Ницше, этимологии слов, то есть исходя из непосредственно генеалогического метода, метода филологического, как метода языкового. Затем Ницше переходит к рассказу о том, как появляется, как раскалывается каста или раса господ на две части, на господ и жрецов. Затем он говорит о том, какова психофизиология жреца, чем жрец отличается от изначального мужчины-война-победителя, вот этого вот красивого, удачливого, сильного и родовитого. Как он сам себя загоняет в состояние слабого тела, в состояние измотанного тела и, значит, в состоянии измотанного духа. Как он в самом себе начинает воспитывать новые качества. И в первую очередь это новое качество называется «долгая память», а вслед за ней и месть. Как вы понимаете, рессентимент, о котором мы говорили в прошлый раз, и который, собственно, воспитывают жрецы в самих себе, а потом и в рабах, или, вернее, поддерживают в рабах, да, воплощают в рабах. Это, конечно, с точки зрения Ницше качество абсолютно отрицательное. Это доказательство слабости, это доказательство неудачливости. Но в то же самое время Ницше говорит, что именно благодаря появлению жрецов и развитию рессентимента мы обязаны такому прогрессу человека, как человека, который мы имеем теперь. Человек стал глубже и злее. Человеческая история стала интересной, говорит Ницше. В каком смысле? Вот этот успешный господин, это ведь не человек, это просто зверь-человек. У него нет никаких проблем, и потому у него нет его самого. Он не проблемен, он не сложен, он не работает над собой. Грубо говоря, он тот самый черепашонок, который выбрался из складки и добрался до, значит, до волны. Всех остальных съели, разорвали, там, забрали на сувениры, а он как бы добрался ему нормально. Он никак ситуацию не оценивает. Он рад и доволен собой, но это все. Если у вас есть кошка или собака, вы знаете, как она бывает рада и довольна собой. Это не делает ее серьезным животным. Серьезное животное – это проблемное животное, это больное животное. Серьезное животное – это человек. И причем человек изначально жреческой оценки. Затем Ницше переходит к рассказу о том, как рабы побеждают, как начинается восстание рабов и как рабы в этом восстании благодаря жрецам побеждают. Он описывает иудаизм как величайшую историю мести, мести, естественно, Риму. Рим или иудея, говорит Ницше. И затем он описывает христианство как выворот, как логическое завершение этой самой мести. Наконец, Ницше описывает нам психофизиологию раба и его рассентимент. Раб как пресмыкающийся, раб как вынужденный долго помнить, раб как бесконечно переживающий одно и то же состояние, состояние обиды. Раб, который воспитывает в себе эту память, чтобы не забыть этого состояния обиды. Ницше описывает, естественно, и моральную переоценку рабов. Хороший и плохой превращается в добрый и злой. Но вот этот вот простой переход от неморальной, в кавычках, оценки к абсолютно моральной оценке, от отсутствия осуждения в слове плохой к присутствию и тотальному осуждению в слове злой, этот переход сам по себе ничего не значит. Даже если он был совершен с помощью жрецов. Потому что этот переход невозможен без гигантского аппарата. И Ницше поговорит об этом аппарате в дальнейших параграфах. Но помимо аппарата восстания рабов, нужно еще понять и цель этого восстания, вектор его движения. В конце концов, как вы понимаете, цель восстания не может заключаться в том, чтобы сделать рабов господами. Это невозможно. Рабы, как неудавшиеся, навсегда останутся неудавшимися. Они никогда не смогут занять место господ. Значит, цель восстания, какая-то вектор восстания, какой-то другой, он ведет в какое-то другое место. И мы должны понять, что это за место. Итак, ровно наоборот, нежели благородного, который исходный, спонтанный самого себя сочиняет основное понятие хороший, добрый, или же затем создает себе представление о плохом. Да, вы помните, что в этом различие между рессентиментом, реакцией и акцией. В этом обвинение против рессентимента. Рессентимент – это только реакция, в нем нет креативности, он только отвечает на вызовы. В этом смысле господин активен и креативен. Он начинает с себя, он создает себя. И только создав себя, видит свою противоположность. Раб начинает как реактивный со своей противоположности. Он берет господина и все, что олицетворяет господина – красоту, здоровье, богатство, сексуальную активность, труд, естественно, угнетение рабов, и называет все это злым или злом. И Прокси самого себя начинает называть добрым. Это благородное по своему происхождению плохое, и то выкипевшее из пиповаренного котла ненасытной ненависти злое. Первое – отголосок, побочное, дополнительный цвет. Второе – напротив, оригинал, начало. Настоящее деяние в концепции морали работы. Как по-разному смотрятся оба этих противопоставленных якобы одному и тому же понятию добрый слово. Да, напоминаю, что добрый – это одно и то же слово – good. Плохой и злой. Но это не то же самое понятие добрый. Пусть лучше спросят себя, кто, собственно, есть злой в смысле морали рессентимента. Если ответить со всей строгостью, как раз добрый, иной морали, как раз благородный, могущественный, господствующий, но только перекрашенный, только переиначенный, только пересмотренный ядовитым зрением рессентимента. Здесь меньше всего хотелось бы нам отрицать одно – кто узнал тех добрых. Лишь в качестве врагов тот узнал их не иначе, как злых врагов. И те же самые люди, которых межравными. Нравы, почитание, обычаи, благодарность, а еще более взаимный контроль и ревность строго удерживают в рамках, которые, с другой стороны, выказывают в отношениях друг с другом, такую изобретательность по части такта сдержанности, чуткости, верности, гордости и дружбы. Эти же люди за пределами своей среды, стало быть там, где начинается чужое, чужбина, ведут себя немногим лучше выпущенных на волю хищных зверей. Здесь они смакуют свободу от всякого социального принуждения. В диких зарослях вознаграждают себя они за напряжение, вызванное долгим заключением и огороженностью в мирном сожительстве общины. Они возвращаются к невинной совести хищного зверя, как ликующее чудовище, которое должно быть с задором, душевным равновесием, идут домой после ужасной череды убийств, поджогов, насилий, пыток. Точно речь шла о студенческой проделке, убежденной в том, что теперь поэтам надолго хватит, что воспевать и восхвалять. В основе этих благородных рас нельзя не признать хищного зверя, роскошную, похотливую, рыщущую в поисках добычи и победы белокурую бестию. Белокурого хищника, да. Белокурого хищника. Этой скрытой основе время от времени требуется разрядка. Зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли. Римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги. В этой потребности все они схожи друг с другом. Да. Во-первых, разница оценки хороший-плохой и добрый-злой заключается в следующем. Хороший видит врагами своими неплохих. Плохие – это не враги. Рабы не могут быть врагами, потому что врагами могут быть только равные. И в этом смысле врагами хорошего могут быть только хорошие. Напоминаю, у Гомера в Иляде и греки, и троянцы хорошие. Несмотря на то, что греки уничтожают троянцев, а троянцы – греков. И в этом смысле внутри своего замкнутого коллектива, внутри равенства сил, эти хорошие, как мы потом узнаем, узнаем гораздо ниже, имеют право. То есть, их отношение как равных подразумевает отношения правовые, отношения рамок, отношения сдерживания, ну, например, банального этикета. Чтобы быть равным среди равных, нужно вести себя сообразно. Но по отношению к плохим, хорошие не ведут себя никак. Плохие – не их враги. Плохие – это просто окружающая среда, где можно вести себя как угодно. Крестьянин – быдло, ничем не отличается от скота. Да, раб, как говорит нам известная римская книжка по сельскому хозяйству, это просто еще один тип орудия. Есть молчащие орудия, мычащие орудия и говорящие орудия. И в этом смысле вы можете сделать со своим напильником, как и со своей коровой, как и со своей рабыней, все, что посчитаете нужным. Можете отломать напильнику ручку, переделать его в заточку, выкинуть, подарить, переплавить. Можете отрезать своей рабыне ногу, можете ее изнасиловать, можете отсечь ей голову, можете перепродать, можете выкинуть, можете избить. Никакого отношения права не существует между животным и человеком, между инструментом и человеком. И потому между хорошим и плохим. Ницше говорит, это психологическая разрядка, связанная с необходимостью проявлять жестокость. И это очень важное замечание, замечание, которое раскроется, конечно, дальше, особенно во втором рассмотрении. Жестокость, необходимость причинять вред, это одно из существенных качеств человеческой природы, в кавычках природы, конечно же. Это решающая часть фундаментального состояния человека. Человек хочет быть жестоким. Человек хочет причинять вред другим людям. Вспомните себя в детстве. Первое, что вы делали, когда вы ловили какого-нибудь майского жука, это отрывали ему лапки, желательно по одной. Потом крылья, потом в голову. Потом вам надоедало это делать. И вы решали подвесить его на ниточки и пострелять в него из духового ружья. Или размажить его камнем. Или покинуть его лягушке и посмотреть, как лягушка его съест. А потом поймать и лягушку. И поотрывать лапки ей. Не обязательно даже отрывать было эти лапки. Достаточно было просто, знаете, повесить на крючок от удочки зеленый листочек или часть зеленого листочка. И начать махать им перед лягушкой. И посмотреть, как лягушка попытается сначала поймать это насекомое, а потом насадит себя на крючок. Естественно, все заканчивалось тем, что лягушку вы размаживали о камень. Просто потому, что что еще с ней было делать? То есть вы не знали, что убийство не есть хорошо, и что отрывать лапы животным не есть явно... Нет, смотрите, это любопытство, а нежелание починить лягушки. Это разные вещи. То есть я могла, я не знаю, размазать лягушку по асфальту, не наслаждаясь тем, что она все равно страдает, потому что у нее есть болевая врача. Именно этим вы и наслаждались, говорит Нича. Конечно, себе, и мы должны углубиться для этого в психологию Нича, себе вы могли, ваш разум мог говорить вам все, что угодно. Посмотрите на то, не что говорил вам разум, а что за инстинкт стоял за этим вашим действием. Инстинкт уничтожить чужую жизнь. Это инстинкт причинять страдания. Себе вы могли говорить, ой, я разрезаю, значит, я отрываю крылья майского мужика, чтобы посмотреть, а сможет прилетать без них. Или там, я поджигаю муравья лупой, чтобы посмотреть, как сключится его тельце под действием температуры, или там, как дымок пойдет. Но это то, что говорит вам ваш разум. Что вы делали на самом деле, и в чем заключалось с точки зрения Ничи реальное ваше желание, это, конечно, желание причинять страдания. Но причинять страдания, как вы понимаете, простым существам а-ля муравьи, лягушки и жуки, не так интересно, как причинять страдания людям. И здесь мы должны понять, что стоит за желанием причинять страдания другим. Ничи потом нам об этом скажет активно. Конечно же, воля к власти. Воля к власти в данном конкретном своем проявлении и есть способность или возможность сделать другому то, чего он не хочет. Это такое, я повторюсь, это один из слоев, это самый базовый, самый простой слой. И, очевидно, жук не хочет, чтобы ему оторвали крылья, лягушка не хочет, чтобы ей оторвали ноги, а муравей не хочет поджариться на концентрированном солнечном свете от лупы. И, естественно, человек не хочет, чтобы его насиловали во всех смыслах этого слова. За желанием причинять страдания другому, другому существу, другому объекту стоит воля к власти. И это, говорит Ничи, абсолютно здоровый инстинкт. Как лягушка давит какого-нибудь жучка или жрет какого-нибудь жучка, как она поедает собственные икринки или мальков других рыб, так точно и человек желает проявлять свою волю к власти. Таким образом, лучше всего воля к власти в больших масштабах проявлялась в рейхе? Скажите Ницшанским мифам. Естественно, воля к власти в больших масштабах проявлялась в рации господ по отношению к расе или касте рабов. Таким образом, рейх, которым нас пугают, на самом деле ничем не отличается от рабоводического общества, которое было когда-то? Нет, там есть существенное отличие, но с этой точки зрения, которую мы сейчас рассматриваем, существенных отличий, наверное, не найти. На самом деле, если вы начнете копать глубже, там все гораздо сложнее будет, потому что изначальные господа звери, вот эти белокурые бестии, это ведь не те люди, которые уже развитые люди в рейхе. В этом смысле желание вернуться к обществу рабов и господ – это консервативное желание, которое Ницше не поддерживает. Это реакционность. Ницше не считает, что мы должны вернуться обратно к белокурым бестиям. Вернуться туда нельзя. Это давно потерянный путь. Это вообще не путь, потому что белокурые бестии – это не люди, это просто звери. Люди стали возможны, повторюсь, человек как проблемное животное, как опасное животное, как духовное животное, стало возможным не благодаря господам, а благодаря жрецам. Поэтому сравнение рейха с каким-нибудь рабовладельческим строем есть не лучшее сравнение и едва ли попадающие в цель. Благородные расы, а именно они на всех пусях, где только не ступала их нога, оставляли за собой понятие варвар. Еще и высшее из этих культур обнаруживается знание этого и даже гордится этим. Когда, например, Перико говорит своим афинянам той прославленной надгробной речи «Ко всем странам и морям провожила себе путь наша смелость. Повсюду воздвигая себе неприходящие памятники в лучшем, в хорошем и дурном». Да, мы читали этот отрывок. Конечно, в нашем переводе он говорит о добре и зле. Естественно, наступающие вперед, не желающие обращать внимание на мелочи не среди своих, господа выглядят всегда как варвары. Они не часть цивилизации, они не представляют цивилизацию, потому что они способны на все, что угодно. Эта смелость благородных рас, безумная, абсурдная, внезапная в своих проявлениях непредвиденность, даже неправодоподобность их предприятий, Перико особенно выделяет беспечность афинян, их равнодушие и презрение к безопасности телу, жизни, удобствам, их ужасающую неомраченность и глубину удовольствия, от всяческого разрушения, всяческого сводострастия, победы и жестокости. Да, действительно, нам, наверное, поможет эта метафора. Афиняне, эти самые варвары, эти самые убийцы, они похожи, и я рад тому, что привел в пример вам это с самого начала, на детей. Изначальные белокурые звери очень похожи на детей. Они очень наивные, очень простые и очень здоровые. Здоровые в том смысле, что любая проблема, которая разрождается криком и слезами, исчезает через 10 минут. Помните себя, да? Вы бежите по дорожке, значит, прочь от мамки, падаете, разбиваете себе коленку, начинаете немедленно реветь, дикие слезы, крик, а через 5 минут вы снова уже бежите по дорожке, у вас снова уже все хорошо. У вас нет памяти. Вы не помните того, что случилось 5 минут назад. И в этом смысле вы всегда новый. Вы всегда новыми глазами смотрите на мир. Вы совершили адскую жестокость, только что убив лягушку, но она не мучит вас, потому что вы забыли об этом. И ваше любопытство, только что удовлетворенное, пробуждается вновь. И вы вновь ищите лягушку, еще жука, еще одного какого-нибудь небольшого звалька, еще рыбку и так далее, и так далее. Все это сливалось для тех, кто оказался претерпевающей стороной в образ варвара, злого врага, скажем, гота, вандава. Глубокое ледяное недоверие, еще и теперь возбуждаемое немцем, стоит ему только прийти к власти, является все еще неким рецидивом того неизгладимого ужаса, с которым Европа на протяжении столетий взирала на свирепство белокуры германской пестии. Хотя между древними германцами и нами немцами едва ли существует какое-либо идейное родство, не говоря уже о крупном. Однажды я обратил внимание на затруднения Гесиода, когда он и измыслил последовательность культурных эпох и силился выразить их в золоте, серебре, меди. Да, вы помните, это известный Гесиодовский миф о золотом веке. Боги, потом золотые люди, потом люди деградируют, деградируют, деградируют. С противоречием, на которое он натолкнулся в великолепном и в то же время столь ужасном, столь насильственном мире Гомера, ему удалось справиться не иначе, как сделав из одной эпохи две и заставив их следовать друг за другом. Сначала в их героев и полубогов Трои и Фиф. Каковым этот мир и сохранился в памяти благородных поколений, имевших в нем собственных предков? Затем Медный век. Каковым тот же мир предстал потомкам растоптанных, ограбленных, поруганных, угнанных и проданных в рабство? Век меди, как было сказано, твердый, холодный, жестокий, бесчувственный и бессовестный, все перемалывающий и заливающий кровью. Ницше одновременно рисует нам другую альтернативу. Итак, вернемся к нашему хорошему, который не ведет войны с плохими, а его враги – это только хорошие. Плохие для него, повторюсь, это только инструменты, только окружающая среда, в которой наконец-то можно освободиться, побегать, покрыгать и порадоваться жизни. Так вот, для рабов ситуация оценки и последствия оценки совершенно иная. Добрые не воюют с добрыми никогда. Добрые воюют только со злыми. И война со злыми – это война на уничтожение. От злых надо избавиться. Хорошие не думают, что надо избавиться от плохих. Невозможно избавиться от плохих. Да и не нужно избавляться от плохих. Пусть себе существуют. Это другой мир, не ваш мир. Это просто мир. Вы убили двух или трех жуков за свою жизнь. Ну хорошо, два или три десятка. И там расстязали пару лягушек и убили кошку камнем. Или там птичку застрелили. Но вы же не объявляете геноцид тем самым против всех птиц, всех жуков и всех лягушек. Но добрые объявляют злым геноцид. И объявляют злым войну на уничтожение. За добрыми стоит моральная оценка, которая никогда не стоит за хорошими. За добрыми стоит месть. За хорошими ее нет. И в этом смысле добрые всегда боятся злых. Всегда ненавидят злых. И в этом смысле то, что они делают, это попытка уничтожить злых. Избавиться от злых. Итак, давайте посмотрим, как это происходит. Если принять за истину то, что нынче во всяком случае принимается за истину, а именно, что смыслом всякой культуры является выведение из хищного зверя человека, некой ручной и цивилизованной породы животного, домашнего животного, то следовало бы без всякого сомнения рассматривать эти инстинкты реакции или сантимента, с помощью которых были окончательно погублены и раздавлены благородные поколения со всеми их идеалами, как, собственно, орудия культуры. Из чего, разумеется, не вытекало бы еще, что носители этих инстинктов одновременно представляют саму культуру. Да. Добрые не могут просто, рабы не могут просто восстать и уничтожить своих господ. Это невозможно физически. Если вы наберете тысячу коллег, они ничего не сделают удавшемуся. Они не способны победить, они уже проиграли. Поэтому, как мы с вами говорили ранее, добрые жрецы и рабы должны выдумать, создать другие средства геноцида по отношению к хорошему. И это средство называется культура. У белокурой вестии нет культуры в кавычках сейчас. Культура, как вы понимаете, происходит от слова культуры, происходит от слова культивация. Культивация – это сугубо сельскохозяйственный термин. Когда вы культивируете что-то, что-то бесполезное или малополезное, очень полезное или просто полезное. Это сельскохозяйственные культуры. До сих пор ведь так и говорит нам терминология. Так вот, задача культуры – культивировать человека, с которым можно жить. То есть задача культуры, создаваемой добрыми, – это ирадикация, это геноцид хороших. Но что значит хороший, должны мы спросить у себя. Хороший – значит красивый. Хороший – значит здоровый. Хороший – значит успешный, значит богатый, значит родовитый. Хороший – значит меньшинство. Удавшихся всегда меньше, тысячи раз меньше, чем неудавшихся. В чем же тогда смысл культуры, как попытки избавиться от хороших? Ну, надо сделать такие условия, которые им вызывают некомфортно жить. Не просто некомфортно жить, надо создать такие условия, в которых хороших бы просто не появлялось. Или быть хорошим было бы неприемлемо. Задача культуры, следовательно, – культивировать те самые качества, которые делают человека безопасным. Ницше называет этот процесс одомашниванием человека. Задача культуры – сделать человека домашним. То есть создать такого человека, с которым можно было бы жить. Рабы не могут жить с хорошим под одной крышей, он их просто убивает. Ну, из уже названного вами любопытства. Чтобы посмотреть, как они выглядят изнутри. Но тогда они просто умирают. Следовательно, они должны сделать так, чтобы быть хорошим уже было нельзя. Это ведь он имеет в виду только постхристианскую культуру. Христианскую иудейскую культуру. Не только вероятно, но и очевидно, но не скорее противоположное. Эти носители гнетущих и вожделеющих отмщения инстинктов, отпрыски всякого европейского и неевропейского рабства, в особенности всякого доарийского населения, представляют движение человека вспять. Эти орудия культуры – позор человека. И более того, подозрение, падающее на культуру вообще – контраргумент против нее. Может быть, совершенно правы те, кто не перестает страшиться певокурой бестии, стоящейся в глубинах всех благородных рас, и держат перед нею ухо востро. Но кто бы вас сто раз охотнее не припочел в страх, при условии, что здесь в то же время есть чем восхищаться, просто отсутствие страха, за которое распачиваешься невозможностью избавиться от гадливого лицемерия, всего неудачливого, измельчавшего, чахового, отравленного. И разве это не наши напасти? Да. Но Ницше говорит, эта проблема – тот факт, что культуру двигают добрые против хороших – это аргумент против всякой культуры. Иными словами, наш вопрос, вопрос, который ставит Ницше, если хотите, это очень плохое замечание, вопрос витализма, заключается в том, вы хотите здоровых или больных. И если вы хотите больных, тогда вы сторонник культуры. А если вы хотите здоровых, тогда вы противник всякой культуры. Решающий вопрос заключается вот в чем. Мы продвигаем тип человек вперед, в кавычках, да, конечно, или двигаем его назад. Мы хотим усиления человека или мы хотим его ослабления. Культура определенно хочет его ослабления, потому что только так люди могут жить вместе. Но ослабление типа человек возвращает нас к решающему вопросу, вопросу, о котором Ницше будет говорить только в самом-самом конце, к вопросу о смысле человека. Неужели смысл человека заключается в том, чтобы просто жить с другими людьми? Ведь именно это продвигает культура, когда делает человека безопасным. Именно это она ставит на свой флаг в качестве смысла человеческого сделать человека безопасным. Подумайте, замените слово культура на христианство. Подставляй вторую щеку, всякая власть от Бога, унижайся, наклоняйся, колено преклоняйся, складывай ручки вместе. Все это имеет своей целью только ослабление, уменьшение, уничижение человека. И напротив, что противостоит христианству? Что объявляется злом? Богатство, красота, сексуальная активность, здоровье, отказ от унижения, отказ преклонить голову. Все то, что ведет к усилению, все то, что является проявлением силы человека. С точки зрения христианина у человека нет никаких сил. Все в руках Господних. Ничего он не может сделать, чтобы изменить свое положение. Кроме как, естественно, попросить Господа сделать это за него. А если уж Господь решил, то он тем более ничего не может сделать. Помните красивый вабаровский протестантизм? Открой окна, потому что... Не закрывай шторы, потому что Господь и так все равно видит. Ты никуда не денешься. Ницше не приходило в Кубу, что вся христианская культура постоянно деформируется под воздействием человеческой природы? Вы не поверите, Ницше именно это и пишет, но только не под воздействием человеческой природы, а под воздействием невероятного количества абсолютно случайных факторов. Именно в этом и заключается генеалогия морали. Что мораль не есть монолитный блок, который упал от, знаете, вот эти 10 заповедей в виде кубриковского черного монолита, упавшего на землю, да? Ничего подобного. Мораль оказывается случайно созданной. Многие моральные значения мутируют. Мы с вами говорили о простом переходе от физического понятия, хороший и плохой, к метафизике. И то же самое касается слов. Чистый первоначально значит не обладающий кожными болезнями и только потом чистый духов. И ничьи раскрывает через эту книгу вот эту эволюцию. То есть тогда получается, что все равно христианская культура не может быть для конца культуры не исключительно добрых. Ведь, ну то есть даже условно существовали святые, которые были восполняли там крестовым расходом. И там просто воню за Родину. Вы должны понимать, с какой целью и с какими ценностями, да? Ну вот, я к этому как раз и говорю, потому что постоянно все равно желание насилия, завоевание все равно. Нет, желание насилия в рабах огромно. И мы это обсудим. Еще разочек. Частью человеческого состояния является желание причинить другому вред. Рабы испытывают это желание не меньше, чем все остальные. Да. У меня просто такое вот... Ну, мы пришли к груду, что культура делает людей слабыми. Ну, если мы восстанем против культуры, то, соответственно, мы будем условно культивировать ту самую белокурую бестию. Но с точки зрения Ницше это как бы вроде и не выходит. У белокурой бестии нет культуры. Она не культивируется, она получается. Ну, да. Да, так случайно вышло, да? Вы пробежали 100 метров, вы оказались первыми. Никто вас к этому не готовит. И в этом смысле культивировать белокурую бестию нам не надо. Нам нужна другая культура, которая, естественно, решит проблемы, поставленные этой культурой. То есть для Ницше процесс такой. Изначальное деление над рабов и господ ведет к углублению человека. Затем это углубление человека, как мы увидим в дальнейших книгах, ведет к ослаблению человека. К превращению человека в суперпассивного, суперслабого, суперраздавленного самим собой. К проблемному человеку, к человеку как проблеме. Человек начинает мучиться, культивированный человек начинает мучиться вопросом о собственном смысле, о смысле собственного существования. Белокурую бестию, белокурого хищника, как и любого другого хищника, этот вопрос не беспокоит ни в одном месте, никаким образом. Вернуться туда, ударить себя по башке, значит, забыть все и снова залезть в пещеру, начать грызть кости, невозможно. Поэтому встает вопрос о том, как должна выглядеть новая культура. Уже созданная не случайно, а специально с новой целью, которая, естественно, является контр-культурой к культуре, ослабляющей человека. То есть к бестии мы не возвращаемся. Чем нынче подсвекается наше отвращение к человеку? Ибо мы страдаем человеком в этом нет сомнений. Да. В чем проблема? Ну, казалось бы, значит, проблема рабов в том, что не боятся господ. В том, что человек страшное существо. Культура делает из страшного существа, из дикого человека, домашнего котика, бесполезную, абсолютно безопасную, никому не угрожающую тварь. Да, беззубую, бескогтистую. Вот и возникает вопрос, а что нас она не устраивает-то? Вы что, хотите жить в гопсовом, значит, этом состоянии войны всех против всех и все время бояться? Но ничто говорит, нас это не устраивает тем, что такой человек вызывает отвращение. Сейчас об этом поговорим подробнее. То есть, в каком смысле он вызывает отвращение? Он вызывает отвращение в смысле потерянного потенциала. Человек мог бы быть гораздо большим. И в этом смысле белокурое бестие это часть проявления этого гораздо большего. Но вместо белокурой бестии, вместо большего мы предпочли меньшее, минимальное, а домашненную без зуба и без когтистую тварь. И на нее без слез-то не взглянешь. Посмотрите на этого самодовольного попа с гигантским пузом. Посмотрите на, простите мне, эти слова, значит, бодипозитивщицу. На нее не взглянешь без слез. При этом сама она не просто довольна собой. Она еще и требует, чтобы все остальные были довольны. И в этом смысле всякий, кто обладает разумом и всякий, кто видит то, что видит Ницше, немедленно наполняется отвращением к культуре и к ее результатам. Но мы сейчас поговорим об этом подробнее. Не страхом. Не страхом, скорее, тем, что нам нечего больше страшиться в человеке. Да, и это известная консервативная позиция. Для того, особенно принятая после Ницше, человек это загадка. Человек это возможность. Человек это нечто следовательное, что всегда должно вызывать страх. А что не вызывает страх, что не имеет потенции вызывать страх, то не может называться человеком. В этом смысле одомашний, бескогтистый, беззубый зверь не может называться человеком. Это какой-то псевдо-человек. Или, если хотите, нагруженный термин «недо-человек». Что пресмыкающийся человек занимает авансцену и кишмя-кишит на ней. Что ручной человек неисцелимо посредственный и тщедушный уже сноровился почувствовать себя целью и вершиной смыслом истории высшим человеком. Что он не лишен даже некоторого права чувствовать себя таким образом, поскольку ощущает некоторую дистанцированность от того избытка неудачливости, болезненности, уставости и житости, которым начинает ныне смердеть Европа. Стало быть, чувствует себя чем-то, по крайней мере, сравнительно удачным, по крайней мере, еще жизнеспособным, по крайней мере, говорящим жизни свое. Да. Эту формулировку Ничи выразил гораздо лучше в «Так говорил Золотустра», том 5, страница 17. Это известная тирада Золотустра «По последнем человеке». Произнеся эти слова, Золотустра снова посмотрев на народ и умолк. «Вот стоят они», говорил он своему сердцу, «Вот смеются они. Они не понимают меня, мои речи не для этих ушей. Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы они научились слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры или проповедники покаяния? Или верят они только заики? У них есть нечто, чем они гордятся. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это образованностью, она отличает их от казапасов». Они называют это, но культура отличает их. Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Тогда я буду говорить к их гордости. Тогда я буду говорить им о самом презренном, а это последний человек. Заратустра сначала говорит народу о сверхчеловеке, но не находит отклика. И тогда он работает принимать другую стратегию, диалектически другую. Он попробует от противного. И тогда он говорит о противоположности сверхчеловека последним человеком. И так говорил Заратустра к народу. «Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою, наставо время, чтобы человек посадил семя своей высшей надежды. Его почва еще достаточно богата для этого, но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не сможет больше расти на ней. Горе приближается время, когда человек не пустит более стреву тоски своей выше человека, и тетива лука его разучатся дрожать. Я говорю вам, нужно еще носить себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Я говорю вам, у вас еще есть хаос. Носить себе хаос, чтобы родить танцующую звезду, это и значит в наших словах, в наших понятиях быть опасным, быть непредсказуемым. Носить себе хаос, чтобы родить танцующую звезду, значит быть креативным, значит быть способным создать то, чего нет, То, чего еще не было. Но создать то, чего еще не было, это всегда значит, как вы помните из отрывка о дереве на горе, представить опасность для статуса кво, а значит стать злым. Созидающий всегда злой, потому что созидающий всегда созидают против добрых, у которых уже все создано, которые уже все знают. Хаос – это и есть созидание. Но люди не хотят хаоса. Люди, культура, которую мы обсуждаем, хотят как раз отсутствия хаоса, хочет предсказуемости, хочет безопасности человека, а значит хочет сделать его импотентным, неспособным к созиданию. Горе – приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе – приближается время самого презренного человека, который более не сможет презирать самого себя. Откуда происходит в человеке креативность? В чем высшая цель креативности? Вы знаете, что Ничи уверен в том, что человека, да и природы вообще не существует. Или по крайней мере в том, что природа – это проблема. В этом смысле человек пластичен. В этом смысле величайшая креативность человека заключается в том, чтобы создать человека. Но чтобы создать, как вы понимаете, нужно разрушить. Великий созидающий – это великий ненавистник. Чтобы созидать, нужно ненавидеть. Ненавидеть что? Ненавидеть текущее состояние человека. И в этом смысле всякий, кто оказывается доволен текущим состоянием человека, кто оказывается доволен собой, кто больше не может презирать человека, тот является противником высшего человеческого созидания. Но культурные люди довольны собой. Культура как раз и учит вас тому, что вы есть высший плод культуры. Что вы есть высший плод человеческого по сравнению с Варгустом. И в этом смысле демократ сегодняшнего дня говорит, я есть пик всей человеческой истории, потому что вся человеческая история шла именно ко мне. Начиная с австралопитеков и неандертальцев, все шло именно ко мне. Но мне некуда больше идти. Демократия достигнута. Смотрите, я показываю вам последнего человека. Что такое любовь? Что такое творение? Что такое тоска? Что такое звезда? Так спрашивает последний человек и моргает. Почему последний человек спрашивает, что такое любовь? Потому что любовь всегда подразумевает ненависть. Великий любитель – это великий ненавистник. Но последний человек не может ничего ненавидеть. А значит, не может ничего любить. Что такое творение? Последний человек задается вопросом, сегодняшний демократ, если хотите, задается вопросом, какой политический режим еще можно сотворить? И ответ никакой. Мы уже достигли пика. Вот она, репрезентативная демократия. Ну, может, она станет электронной там завтра. Может, не станет. Но режим-то это никак не изменит. И значит, всякий, кто начинает вопрошать... А вы помните, что в созредании есть разрушение, да? И всякий, кто начинает вопрошать, а может, там что-нибудь другое, тот-то как раз и есть враг демократии, враг пика. Тот-то как раз и есть угроза для демократии. Что такое тоска? Чтобы быть ненавистником, чтобы быть любителем, нужно быть ненавистником. И чтобы быть ненавистником, нужно быть презирающим. Но последний человек не презирает ничего. Демократ говорит, все люди равны. Нет и не может быть ничего, если хотите современных терминов, кроме инклюзии. Все должны быть включены во все. Что такое звезда? Такой человек, естественно, не может ничего сотворить. И он не может никуда двигаться. Настал конец времен. Все, что мы можем, это обниматься и петь, пумбая. Конечно, мы все нашли. Нельзя больше найти что-то иное. Иными словами, рецепт для счастья найден. Никаких других рецептов быть не может. Все знание, гуманитарное или физическое знание, то есть техническое знание, естественно, научное знание, уже достигнуто. Ничего больше достичь нельзя. Они покинуты места, где было трудно жить, ибо им необходимо тепло. Они еще любят соседа и жмутся к нему, ибо им необходимо тепло. Они еще трудятся. Они еще трудятся, ибо труд – развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло. Да. Если труд, то он не по 16 часов в день. Столько не надо трудиться. Это запрещено законодательством. Это всего 8 часов в день. А в идеале 4 часа в день. Не будет больше ни бедных, ни богатых. То и другое слишком обременительно. Слишком тяжело для последнего человека, для слабого человека, тащить разницу между бедными и богатыми, терпеть эксплуатацию или эксплуатировать. Это усилия. Слабый не может прилагать такие усилия. Кто захотел бы еще управлять, кто еще повиноваться, то и другое слишком обременительно. Нет пастуха и одностата. Каждый желает того же, все равны. Кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом. А если вы, получив ипотеку под 0,5%, и заведя семью, купив машину в кредит, и найдя хорошую работу, где вы работаете по 6 или по 4 часа в день, не чувствуете себя счастливым, несмотря на то, что вы все нашли счастье. Это не значит, что с миром что-то не так. Это значит, что с вами что-то не так. И вам пора пойти к психологу. А он пропишет вам там Занекс или другие опиаты, чтобы вы чувствовали себя счастливым, как и положено, счастливому человеку. Ибо мы знаем, что такое счастливый человек, ибо мы нашли счастье. Прежде весь мир был сумасшедшим, говорят самые проницательные и моргают. Они умны и знают все, что было так, что можно насмехаться без конца. Они еще ссорятся, но вскоре мирятся, иначе это расстраивало бы животок. У них есть свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое удовольствие для ночи, но в чести у них здоровье. Мы нашли счастье, говорят последние люди, и моргают. И моргают, да. Вы понимаете, почему золотовство все время говорит, что они моргают? Моргание – это самое минимальное действие и самое бесполезное действие, которое может совершить человеческое тело. Все, что остается последним людям, это совершать бессмысленные и никуда не ведущие действия, потому что никаких других действий они совершить не могут. Они не могут что-либо изменить, потому что изменять больше нечего. В этом суть последнего человека. И поэтому они только моргают. Хорошо. Четырнадцатая страница, двадцатая строка. Поистине человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он – это море, в нем может потонуть ваше великое презрение. В чем то высшее, что можете вы пережить? Это час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, как и ваш разум и добродетель. Да, смотрите, люди ничтожны. Существование людей, текущих людей, совершенно отвратительно, совершенно неприемлемо. Что хочет здоровый, когда он видит больных? Избавитель. Конечно. Вы можете сказать «вылечить», но это то же самое. Он не может терпеть их присутствие. Их существование, их никчемность невыносимо. И ничто задается вопросом, как возможно вынести их существование? Как возможно вынести человека? Мы возвращаемся обратно к генеалогии морали. Культура создала миллионы неполноценных больных людей. Да, давайте, давайте. Давайте, давайте. Малюсики вопросов. Конечно. Наверное. Чем больше вопросов, тем лучше всегда. Опять-таки, по поводу сострадания, чтобы закрыть эту тему, наивысшая точка, которая достиг буддизм, как мне кажется, в своей философии, это, опять-таки, роль сострадания. Философия буддизма. Человек должен сострадать с другом. То есть, мысль о сострадании, не о любви, это высшая идея буддизма. Но при этом буддизм мыслит себя таким образом, что страдание в мире должно быть преодолено, и, ну, в общем, через выход в ничто мы должны как бы избавиться от всякого, в том числе и от страдания. То есть, здесь какая-то вот, опять-таки, несоответственность. С одной стороны, буддизм проповедует сострадание, с другой стороны, буддизм говорит, что страдание должно быть, конечно, еще и преодолено в мире. Мы должны подумать... Как это с ничто совместить? Да, я думаю, как это с буддизмом совместить. Ну, смотрите, давайте попробуем забраться с буддизмом, а потом попробуем перейти к ничше. Идея о сострадании, идея от избавления от страдания вообще, это идеи разного порядка. Если мы вспомним историю жизни самого Будды или легенду о жизни самого Будды, сострадание, в первую очередь, это то, что толкает его к мысли от избавления от страдания. То есть, сострадание находится гораздо ниже, чем идея личного спасения, чем идея личного избавления от страдания. Буддист не собирается избавить от страдания всех остальных. Это не в его силах выйти из колеса нирваны в ничто, вывести из колеса нирваны из колеса сансаны. С одной стороны, с другой стороны, я это все. Я глубоко укорен в мире, поэтому я не отделен от других, в конечном счете. То есть, слово личность тут не совсем корректно. Да, это христианская штука, но все-таки буддист думает о собственном спасении. Только он может сам себя вывести, он не может никого больше вывести. Себя как часть мира. Он, конечно, часть мира, да, но никакие другие части мира он за собой тащить не может. Даже Будда не может спасти своих учеников от страдания. Он может, конечно, съесть в нее и умереть, но он не может, то есть, остановить их от этого ужасного, невыносимого греха, но он не может вытащить их за собой. Со страдания и страдания это получается два разных уровня. Что касается Ницше, то, конечно же, Ницше как раз говорит, что желание избежать страдания, что неспособность вытерпеть страдания, которая и является предтечей желания избежать страдания. То есть, Будда зачем бежит в лес? Потому что он увидел страдания, да, он ведь все время жил в своем дноце, потом вышел, увидел и не смог его вынести. Он просто не мог на это смотреть. Поэтому он валит в лес. У него родился ребенок, он говорит, господи, да что это такое-то? Да, и даже здесь Ницше, по-моему, перейдет прямо в цитату. Рахула родился у меня, в смысле, дьяволенок, демоненок родился у меня, говорит Будда, и валит в лес. Не буду шутить про то, что Будда вышел за сигаретами. Это плохое. Будда плохое, в этом смысле. Не их носа никогда. Для Ницше как раз речь идет не об отказе, не о бегстве от страдания, а о преодолении страдания. В этом смысле преодолеть страдания не значит сбежать или отказаться, а значит перетерпеть, значит продолжать ощущать. И не просто продолжать ощущать, а что еще важнее, продолжать причинять. Человек не может не причинять страдания. Мы увидим, как вот это вот фундаментальное состояние человека обернется проблемой при столкновении этого фундаментального состояния и установки на то, крестьянской или даже буддистской установки на то, что человек ни при каких обстоятельствах не должен причинять другим людям страдания. Чтобы человек был безопасным, он не должен причинять другим страдания. Как совместить эту установку культуры на безопасность и фундаментальное состояние человека, которое гласит «Я хочу причинять страдания другим». Если вы читали, а я надеюсь, что вы читали «Генеалоги Морали», вы знаете, какой ответ предлагает Ничи. Когда раб оказывается не, мы увидим это во втором рассмотрении, оказывается не в состоянии причинять страдания другим, потому что его ограничивает его слабость. Господа, государство, ультимативно Бог, он начинает причинять страдания самому себе. Он в себе находит объект для причинения страданий. То есть он разряжает инстинкт воли к власти в самого себя. И эта штука называется нечистая совесть. Активная нечистая совесть. То же самое касается и буддиста. Чем занимается буддист? Он душит себя. Медитации, голодание, упражнения, истощение, отказ от женщины, отказ от здоровой пищи, от мяса, отказ от действий, отказ от сопротивления. Все это его попытка задушить самого себя, его желание причинять страдания самому себе. При отказе причинять его другим. Какой вам пример привести? Джайнист, помните, ходит и подметает перед собой дорожку. Помните, зачем? Чтобы не страдаете. Сколько усилий он должен прилагать для этого? Попробуйте походить, согнувшись вот так вот, хотя бы час. В этом смысле джайнист причиняет страдания самому себе. Он в себя разряжает этот самый инстинкт, это самое фундаментальное состояние, это самое фундаментальное желание. И когда у него разряжает себя, естественно, все, что он ощущает, это желание выйти из жизни к черту, потому что жизнь невыносима. Жизнь белокурой бестии прекрасна, даже если бестии отрубают руку, даже если бестии протыкают насквозь, даже если бестии видят, как умирают его друзья, как умирают его семья, жизнь бестии великолепна, у бестии нет долгой памяти, бестия успешна, и бестия в любой момент может разрядить свое желание причинить вред другим на говорящих объектах. Раб этого не может, жизнь раба невыносима, и в этом смысле раб начинает хотеть выйти вон из жизни, и Будда придумывает ничто. Вот как какой-то такой на этой пафосной ноте, если у вас нет других вопросов, вы можете выйти все как будто в ничто. Ну, последний вопрос, когда у нас есть революция, да, это и есть восстание рабов, и они уничтожают хороших людей. Бужуазная революция тоже восстание рабов? Французская, да? Ну, французская, или нет? Конечно, конечно. Это все восстание рабов, и которые хотят уничтожать хороших людей. Когда ничто говорят о восстании, давайте, тут сложнее все, когда ничто говорят о восстании рабов, он, конечно, говорит о моральном восстании, о переоценке. А, без действий, то есть внутренне восстание, или физическое? Нет, физическое восстание это только результат переоценки, да? То есть, когда мы все поняли, что на самом-то деле мы должны топить за рабочего человека, за крестьянина, он и есть соль земли, он и есть главный персонаж истории, а ни в коем случае не эти проклятые аристократы или эксплуататоры, значит, капиталисты, да, да. И в этом смысле восстание рабов, но только не буквально. И то, и другое, да, 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 да. Подумайте вот о чем, о рессентименте. Об уничтожении, да. О месте, конечно. Крестьяне сжигают поместье французских феодалов, российские крестьяне сжигают поместье помещиков, не потому, что это приближает их к победе, наоборот, это отдаляет их от победы, они сжигают материальные ценности, они сжигают их, потому что они хотят отомстить. То есть, это еще и мщение. Это в первую очередь рессентимент, дух мщения. Да. И когда коровя уничтожают. И когда головы отлыбают. Да, да. И это мщение. Нет, это мщение. Вот это и есть дух мщения, конечно. И заметьте, что, естественно, с точки зрения ничи, рессентимент это только удел больных людей. Только нездоровые, только слабые, только неразвитые, только не удавшиеся больным рессентиментом. Я так понимаю, что рессентимент тоже у всех людей, кроме хороших. Нет. Или рессентимент тоже у группы людей. Нет, смотрите, вы говорите у всех людей, кроме хороших. И в этом смысле у рабов. Кроме хороших все остальные это рабы. Не удавшиеся. Да, да, да. То есть у аристократов нету right now? Нет, у аристократов есть инстинкты сентимента, но он никогда не развит, потому что он разожается немедленно. То есть аристократа обидели, и он выхватывает шпангу, и начинается дуэль. Покс, помните себя в детстве. Вы подлались с каким-то мальчиком в песочнице, и через 10 минут вы уже снова друзьями. Инстинкт рессентимента разразился немедленно, долгой памяти у вас нет, она вам не нужна. И вы тут же все забыли. Раб не может так его себе позволить. Он начинает культивировать долгую память в себе, все время воспроизводить вот этот момент оскорбления, когда его задели, и тем самым распалять желание отомстить. И естественно, когда это желание наконец-то воплощается с помощью революции, оно достигает пиковых вещей. То есть давайте не повесим какого-нибудь помещика, а давайте его заживо сожжем. Да, давайте сначала высечем его, как он нас годами, а потом, значит, разорвем четвертую конями. Вот это все на сантименте.